всем привет вы на канале тренер хапаев вот честно если вы думаете что мне нравится говорить на тему кукса артроза и находить связующие какие-то фразы то вы тут ошибаетесь очень трудно говорить о том что нужно делать то есть делать гораздо проще и легче чем говорить и придумывать как физические упражнения переложить на язык чтобы это было доступно и понятно вот сейчас я коснусь темы как нужно понимать статичные динамичные плеометрические нагрузки различные виды нагрузок как их понять кукса артрознику что в первую очередь что вторую что полезно а что бесполезно существует несколько этапов в жизни кукса артрозника существует несколько этапов первый этап когда человек ознакомился с тем что у него есть такой диагноз кукса артроз и он начинает понимать что все его ограничения все его боли связаны с этим заболеванием можно ли в этом состоянии начинать какую-то динамическую активность ну обычно же большинство большинство экспертов в кавычках экспертов которые ну болеющие сами болеющие но предлагают сразу ходьбу на большие расстояния конечно это ересь полная дичь то есть если вы получили диагноз кукса артроз асептический некроз вон артроз то вы должны успокоиться сесть и понять что для вас сейчас важно при таком заболевании первоисточником началом всех начал то есть суставы это заболевание уже в последнюю очередь то есть существует причина следственная связь так вот заболевания суставов когда у вас болят суставы это уже следствие причина ваших мышцах и если вы начнете активно действовать при наличии до этого диагноза то вы естественно будете усугублять это состояние поэтому в первую очередь вы должны понять насколько ваши суставы перегружены насколько они не в состоянии выполнять те или иные задачи ну сами я просто как пример приведу это вот просто сесть на колени да все спорты как я ее называю в позу кочевника зачастую кукса артрозники которые в жизни никогда не тренировались для них это и сразу является проблем но проблема не в не в самом суставе а затянутых мышцах то есть он не может сесть на колени согнуть колени в отрицательный угол потому что мышцы сокращены вот сокращенные мышцы это говорит о том что никакой нагрузки динамической делать нельзя то есть их надо сокращенные значит их надо растянуть ввести в какой-то порядок до тот который ну даст возможности сгибать ваши суставы вот здесь удобно такой удобен такой подход как йоговский то есть вы начинаете медленно просаживаться не только я говорю про коленный сустав все суставы должны провести голеностоп то забедренный сустав да если вы не можете положить живот себе на бедра у вас уже ограничение может быть остеофит уже наросли если у вас голеностоп не гнется то есть когда вы в кочевнике садитесь у вас носок вытягивается и может уже боли появились там в голеностопе уже там закоксовался голеностоп то есть вот эти все углы надо проверить посмотреть если ротация если ротации нету это говорит о том что но если нет остеофитов если нет костных наростов да то есть это проверяется на рентгене и у вас нету в принципе ограничение в механике движения сустава то все остальное то ваши мышцы больные сокращенные мышцы это уже просто да то здесь нужно время для того чтобы растянуть время много надо время нужно и может быть и кому-то год может кому-то полтора может кому-то полгода вот такие сроки то есть это не работа на месяц не на неделю не на три дня тем более поэтому те люди которые ну далеки от истины и рассчитывают за три дня что-то восстановить ну это полнейшая дичь и я даже не хочу на эту тему разговаривать ну потому что это глупость полнейшая вот то есть здесь еще раз повторяю значит на начальном этапе хороши вот такие йоговские элементы где вы плавно спокойно садитесь успокаиваете дыхание успокаиваете свою нервную систему ментально погружаетесь в те внутренние задачи которые вам не вход необходимо выполнить когда ну и параллельно вы ищете триггерные точки вы ищете в теле в своем триггерные зоны там мечом массажным роллом прокатываете это уже немножко пошла динамика вот но специально делать какие-то марш-броски приседания вот с такими больными ногами конечно не следует когда вы там через месяц через полтора улучшаете свое состояние ног ну по пятибалльной системе боль у вас не на 5 баллов а там на полтора на два балла то можно добавить уже вот статично динамичные нагрузки то есть вы уже можете не только сидеть в кочевнике а вы можете в кочевнике приседать до сидя на коленях вы можете вставать на колени опускаться то есть ягодицы уже работают по принципу приседа то есть вы сели на пятки поднялись на колени сели на пятки поднялись уже начали мышцы работать уже колени получают динамическую нагрузку вот ну вот такая статично динамичная когда вы сидите на коленях это статика и немножко включили в работу два сустава да то есть коленные тазобедренные начали двигаться но все это нужно делать в состоянии комфорта в зоне комфорта то есть не нужно никуда торопиться не надо запыхиваться задыхиваться спокойно играючи все это выполнять когда вы почувствовали что у вас уже облегчение произошло и ваши ноги по пятибалльной системе там на один балл только более там какие-то дискомфорты до которые ну все приз у всех людей присутствуют дискомфорты вы начинаете уже делать такие более активные динамичные тренировки уже с утяжелителями с резиной и так далее тогда уже вот можно подумать о каких-то сверх нагрузках да уже можно чуть-чуть давать больше чем вы могли раньше вот так вот такой принцип вот такая поэтапность это будет логически и правильно все если вы идете от обратного там думаете что вот знаете есть такая теория клин клином вышибают да когда человек болеет но это нам из истории вот про русскую историю рассказывали там у славян там когда человек болеет в деревне его выносили и в прорубь кидали тогда то есть вот клин клином вышибают то есть иммунная система начинает работать в повышенном режиме то есть чтобы не сдохнуть у человека подключаются ресурсы внутренние и он начинает справляться с тем заболеванием которые у него есть вот ну мы живем уже не в той древней истории дал нас существует уже мы все-таки эволюционируем мы понимаем уже причина следственной связи и можно обойтись без радикальных средств потому что суставы они то есть вот вы должны понять что сустав это когда сустав болит это крик о помощи понимаете это уже нужно внимательно пересмотреть свой образ жизни там как вы питаетесь что вы употребляете запрещенное или не запрещенное какие у вас сопутствующие заболевания что у вас гормональной системой что у вас с иммунной системой там да все это нужно в комплексе проверить чтобы понять по каким фронтам нужно работать вот все это я рассказываю в группе сейчас смотрите youtube замедляется у меня в телеграм-канале есть открытая группа где я все это дублирую у меня в контактах есть открытая группа где все это дублирую уже люди переходят потому что пожилым людям очень трудно понять через vpn там включать или еще как каким-то образом какие-то махинации делать проще перейти на тот ресурс где спокойно все работает и вся та же информация есть кроме этого закрытая группа платная в ней я тренирую уже 5 вот сейчас в сентябре будет четыре года пятый год пойдет после сентября после 1 сентября будет пойдет пятый год как я тренирую людей которые пять лет будут со мной тренироваться пятый год будет со мной тренироваться вот некоторые пишут мне говорят я за вами год наблюдал вот я хочу в вашу группу кто он мешал год тому назад представляете каково время потеряно заболевание прогрессирует дело не в том что заболевание прогрессирует почему потому что вы не ничего не делаете да она просто более ускоренно прогрессирует у нас любое заболевание прогрессирует занимайтесь вы не занимайтесь мы идем к смерти мы в любом случае все умрем но это факт это истина это непреложное так все мы ее не нужно доказывать мы все идем быстрыми шагами там если вам 50 60 лет мы идем туда да и поэтому вопрос только насколько вы качественно идете туда вот вы или ползете или вы лежа вас уже на каталке катают там да вы под себя ходите вы доставляете кучу неудобств своим родственникам они вас жалеют вам и от этого неудобно все кругом не ладится вам кажется что дети стали чаще реже к вам приходить что сосед как-то на вас косо смотрит потому что вот вот эти ваши шаркающие шаги они мешают под на лестничной клетке вас не обогнать вы не вы сами не можете никого не обогнать везде вот эти мелкие дискомфорты вызывают вас раздражение в окружающих раздражения это все не улучшает ваше качество жизни да она ухудшает все это действует на ваш мозг на вашу психику и лучше от этого не становится поэтому я закрепленных комментариях оставлю статью в которой перечислено что я предлагаю как это все выглядит поэтому почитайте посмотрите и примите решение и кстати с сентября я повышаю цену в группу если вы сейчас до сентября вступите вы будете платить все время 530 рублей после сентября будете платить 700 рублей кто не вступил сейчас вот до сентября сентября вы будете платить уже 700 все будут платить 530 а вы будете платить 700 рублей всем пока живем без боли с вами был тренер хапаев